Американцы уже ушли из Афганистана, вот-вот выведут войска из Ирака и, как выяснилось, потихонечку вывозят свое оружие с Ближнего Востока. И делают это вовсе не потому, что вдруг решили разоружиться, а потому что больше не считают этот регион самым опасным на планете. Защищаться надо не от иранцев или еменцев, а от россиян. Вот уж кто действительно опасен. Американские системы противоракетной обороны, знаменитые «Патриот» и более современные их аналоги уже достаточно давно стояли на боевом дежурстве в Саудовской Аравии. Они использовались для охраны нефтепроводов и производств, занятых переработкой углеводородов. Эти объекты не раз подвергались атакам с воздуха с территории соседнего Саудовской Аравии – Йемена. Тамошние повстанцы очень недовольны тем, что саудиты помогают властям против них, вот и бомбят нефтяную инфраструктуру, чем придется. Начиная от захваченных баллистических ракет и заканчивая дронами с самодельными бомбами. У саудитов есть все основания предполагать, что спусками повстанцам помогают иранцы. Они давно уже соперничают с Саудовской Аравией за первенство в регионе и не упускают случая навредить королевству, которое считают едва ли не колонией штатов. Американские системы ПРО довольно успешно ловили ракеты и дроны, обеспечивая безопасность нефтяной инфраструктуры своего главного ближневосточного союзника. Но на прошлой неделе эти противоракеты просто исчезли. Судя по снимкам со спутника, трубы и заводы Саудовской Аравии сейчас вовсе не защищены американским вооружением. Площадки для пусковых комплексов стоят пустые, самих комплексов нигде нет. Причем вывод вооружений не сопровождался публичными заявлениями американского командования или политиков. Ракеты просто втихаря повезли. Да, ходили какие-то слухи о возможном выводе оружейных систем, о сокращении американского присутствия в регионе. Но вслух саудитов ни о чем таком не предупреждали. В саудовском правительстве явно нервничали и через медиа объясняли американским партнерам, что сейчас не лучшее время разоружаться или пересматривать оборонные стратегии, что без патриотов оставаться нельзя, что регион лихорадит и лихорадит заметно. Но это не помогло. Ракеты уехали, саудиты остались без американского зонтика. А на Ближнем Востоке и в Штатах сейчас гадают, куда же отправились патриоты, что и от кого они защищают сейчас. Вариантов на самом деле не так уж и много. В мире сейчас есть только две страны, которые вызывают серьезные опасения у американской администрации. Это Китай, который безумными темпами обновляет свое вооружение и прямо заявляет о планах полного регионального доминирования. И Россия, которая уже не первый год занимается аннексиями, оккупациями, развязыванием войн и убийством граждан соседних государств. На фоне бредящего величием кремлевского паханата, иранские айитулы и их геменские клиенты выглядят уличными хулиганами, а нереальной угрозой мировой стабильности. Защитить своих союзников в Европе от маловменяемых любителей забрать чужое – куда более актуальная задача для Штатов, чем прикрытие саудовской нефтяной инфраструктуры. В конце концов, с Тегераном американцы могут договориться и договариваются, несмотря даже на отсутствие официального дипломатического признания друг друга. А вот с Москвой о чем-либо договариваться бессмысленно. Обманут, предадут, переврут, сделают вид, что не так поняли. С этими персонажами без патриотов уже не обойтись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова